Концепция развития Института управления экономики и финансов, разработанная с ректором КФУ, продолжает полномерно реализовываться, но тем не менее периодически просит значительных корректировок. Именно об этом пошла речь в стенах Института на публичной защите дорожной карты подразделения. Началась защита с обсуждения, что же представляет Институт управления экономики и финансов КФУ сегодня не упустили из внимания и продвижения Институтом стратегических академических единиц. А именно САЕ Эдюкейшн, СМП Медицина, Астровызов и Эко-Нефть, что несомненно отражается на результатах продвижения в известнейших мировых рейтингах. Немаловажно и то, что во многом благодаря проделанной работе КФУ крепко держится в четверке российских вузов-лидеров, вошедших в мировые рейтинги. Меняются оценочные параметры, поскольку вот с этого года появляется московский рейтинг, который предусматривают чуть другие. Это оценочные вещи, и об этом, наверное, тоже нужно знать по одной простой причине, что заявили, что данный московский рейтинг будет замещать мониторинг Министерства образования и науки Российской Федерации. Необходимо думать и о будущем. Без подготовки специалистов новой формации развитие любого вуза стало бы невозможным. Но отмечая проделанную работу по подготовке будущих экономистов, можно легко убедиться, что серьезные шаги в этом направлении предпринимались с момента формирования университета как федерального. Этот факт еще раз наглядно подтверждает обширная география студентов Института управления экономики и финансов, число студентов которого входят представители 28 стран. Однако на этом институт не останавливается и ставит для себя новую довольно амбициозную задачу. Привлечь к обучению в КФУ большее количество стран и развить сетевую магистратуру, которая изо дня в день становится популярнее во всем мире. Но это не единственная задача, которая вошла в стратегию дорожной карты института. В самое ближайшее время институт планирует поднять количество публикаций. Отметим, что за последнее время 900 статей от института уже включены в базу данных Скопус и 250 в Web of Science. Хотелось бы остановиться, что нам необходимо до 2025 года, это политика продвижения экономических журналов. Есть дорожная карта выведения журнала в базу Скопус, но мы предлагаем сейчас создать пул журналов экономических, которые пойдут дальше. Довольно положительный результат не останавливает институт на достигнутом. И защита дорожной карты стала отличным поводом для представителей института управления экономикой и финансов продемонстрировать новые возможности, открывшиеся перед Казанским университетом. Аделья Шамилова, Роман Самарин, Универньюс.